Книга Аси Долиной про Нью-Йорк Нью-Йорк такой город-любовник, который завораживает, обманывает, который состоит из эгоизма, заботы, опять-таки щедрости, неухоженности, грязи, азарта. Это вот чувство Нью-Йорка в её книге есть. При том, что иногда я просто с разражением думаю, ну хватит уже про себя, мне не интересно про те или иные дома, про дом утюг, дом ещё какой-то. Мне интересно про Манхэттен, мне интересно про Бруклин, а мне не интересно про сложные перипетии вашей работы с травмой. Но потом я понимаю, что вообще, при всём моём отвращении к этому психоаналитическому жарбону, всё-таки Нью-Йорк – это работа с травмой. Во всяком случае, в этот город хорошо приезжать, чтобы залечить травму. А знаете почему? Потому что этому городу на твою травму плевать. Положить абсолютно. Постепенно и тебе становится плевать. Есть города, вот для депрессии не созданные, депрессию очень усугубляющие. Например, вот Петербург. Туда надо приезжать в хорошем настроении, потому что если вы туда приезжаете в плохом, он вам за три часа докажет, что жить не стоит. Правда, архитектура очень жизнеутверждающая, но климат тяжёлый. Чикаго – город, который тоже для депрессии не сон. А Нью-Йорк – это пластырь на любую рану. Вот вы приезжаете туда в полном отчаянии, и ему настолько на вас плевать, что минут через 10 вы говорите «А, хорошо же!» И постепенно выпрямляетесь, и у вас всё получается. Обратите внимание, что и Лимонов, и Бродский приехали туда в полном отчаянии, а сформировались там как гиганты. Именно вот этот феномен преодоления внутренней драмы, он у Долины замечательно написан. При том, что я вот помню молодую Долину, она была такая трагическая, просто вот молодую Веронику, от неё просто вот искрой трагедии летели, искрой неблагополучия. Видно было, что этот человек свою и чужую жизнь может поджечь. И поэтому её песни так воспринимались, неотрывно от этого трагического имиджа. Поздняя Долина совсем другая. А вот Алься – это человек, настроенный всё-таки на позитив, на решение, на выкарабкивание из ям. И вот книга про Нью-Йорк, она очень помогает из этой ямы в угроб, хотя на протяжении чтения она будет вас бесить. Ну, хорошая книга должна бесить. Она очень точно отражает вот это ощущение. «Тебе на меня плевать, так я же тебе докажу». Почти долинскими словами я заговорил.